Привет, мой дорогой подписчик! Как вам такой расклад? Большой полноприводный рамный внедорожник на проверенной годами агрегатной базе по цене немного более 1 миллиона рублей. Заманчиво, правда? Даже несмотря на то, что это Джак Т6, который родом из Китая и производится в Казахстане. И совсем скоро его продажи начнутся в России. Про эту новинку сегодня и поговорим. Ты на канале ПРОАВТО. Поехали! 1 сентября 2019 на российском рынке откроется продажа нового старого пикапа Джак Т6, который уже давно продается в Китае, а с некоторого времени и в Казахстане. Скажем больше, казахи его и собирают. Речь идет об автомобиле с четырехдверной кабиной и двумя рядами кресел. Внедорожник с клиренсом в 216 мм оснащен системой полного привода Part-Time, жестко подключаемой передней осью и понижайкой. Автомобиль может похвастаться парой турбомоторов, 136-сильным дизелем и бензиновой четверкой, выдувающей 177 лошадей мощности. В паре с ними безальтернативная механическая шестиступка. На выбор получаете четыре варианта исполнения. По умолчанию пикапу достались парктроник, кондиционер, пара подушек безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, а также мультируль и колесные диски из легкого сплава. Версии побогаче имеют датчики давления в шины всевозможных, вспомогательную электронику, мультимедиа с Bluetooth, камеру заднего вида и прочие вкусности. Цены на новинку будут объявлены чуть позже, однако по собственным данным Jack T6 потянет примерно на 1 миллион 200 тысяч рублей. Да, это почти столько же, сколько просят за топовый УАЗ Патриот. Но учитывая качество исполнения, использованные в конструкции агрегаты и богатое оснащение, китайско-казахская новинка имеет все шансы отобрать клиентов у ульяновского автозавода. Тем более, что многочисленные потребительские испытания доказали выносливость и надежность этого автомобиля. Да и с сервисной сетью вернувшегося в Россию Jack все в порядке. На данный момент компанию представляют 44 дилера и их количество будет только расти. В общем, поживем увидим. Пишите в комментариях, что думаете по поводу такой новинки и будут ли ее вообще покупать. А мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, если понравилось это видео и ставьте палец вверх. С вами был автомобильный канал Про Авто. До скорого!